МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось бы, высокое искусство и бензопила совершенно несовместимы. Что у них может быть общего? И тем не менее, есть такая форма скульптуры – резьба по дереву бензопилой. Как и откуда в свете такое чудо, расскажет Евгений Акимов. Если взять историю вообще вот этой резьбы, это в основном со Швейцарии пошло. Там занимались лесники и пилили вот такие скульптуры. Мы это все посмотрели, и тем как бы захотелось нам тоже. Вся эта сказка появилась именно благодаря Евгению Акимову. Он мастер художественной резьбы по дереву. Любимой работе Евгений посвящает все свободное время. Неустанно трудится, и вуаля, мы имеем возможность любоваться вот такими шедеврами. Впрочем, именно эти работы, которые вы сейчас видите, делали его ученики и другие не менее именитые мастера. Сам завершал учебу Богородского художественного промышленного училища в Подмосковье. Это именно сувениры, небольшие такие сувениры мы резали. Это ручная работа. А здесь мы увидели, что такие работы большие. Это долго резать топором, там с самескими. И захотелось что-то быстрое, интересное. Посмотрели интернет, посмотрели ролики, посмотрели, как мастера работать съездили. Тем самым поняли, что это возможно сделать быстро, именно на публику. И тем самым сделать некое такое шоу. Вот эта идея у нас зародилась, чтобы не только мы делали работы, но и людям это интересно было. Любимый герой у мастера Евгения Акимова тоже есть. При этом к каждой фигуре, которую вырезают из дерева, он относится как к своему детищу. Наша скульптура, произведение – это дети, мастеров. И чтобы каждый мастер ценил своих детей, он хотел бы, чтобы к ним относились красиво, хорошо. Нравятся в основном медведи, это лисы. Наш характерный российский такой животный мир. Когда изделие готово, его непременно еще и обрабатывают специальным составом или красят. Это поможет фигурам жить долго. Ну, там много технологий, как их обрабатывается. Это можно их и покрасить пленотексом, еще какими-нибудь пропитками. Можно расписать даже расписанные скульптуры. Все зависит от того, какую задачу ставится. Если это будет где-то в клумбах, обычно это парки, скверы мы оформляем, то это именно можно под роспись, цветные. Бывает, что засохшие деревья нужно уничтожить, спилить. Мы их спасаем. Тем самым мы говорим, ну давайте мы лучше сделаем красивую вещь, чем корчевать. Самая большая его работа достигала 4 метров высотой, а самые маленькие, над которыми он трудился бензопилой – до 50 сантиметров. Рассказывает Евгений. Чем больше объем, тем интереснее с ним работать. Если дерево плотное, материал, он еще интереснее с ним работать. Но он дорого стоит. А бензопилой реально сделать скульптуру где-то от 50 сантиметров. Зимой скульптор также не сидит без дела. Кто еще не слышал и не видел ледяные фигуры на Чебоксарском заливе? Именно он творец этих прозрачных, хрупких, но необычайно красивых ледяных фигур. Скульптура – это искусство ума, говорил еще Пабло Пикассо. А что же нужно, чтобы стать скульптором? В первую очередь, скульптор, он должен, как вы сказали, быть художником. Это раз. Второе, он и есть скульптор, потому что он должен лепить, видеть объем. Это и архитектор. Если что-то нужно, какие-то сооружения делать, нужно расчет вести. Это, он также должен знать анатомию по-любому, допустим, животных. Это уже что-то от медицины должно быть. Именно наблюдать, смотреть, он должен быть таким, постоянно быть, ну, как говорят в тренде. Бензопила и бензопили рознь. Бывают тяжелые, мощные, а бывают и полегче. Работать с этим инструментом несложно. Главное – соблюдать технику безопасности, рассказывает мастер. Здесь вот ручка безопасности. Если даже что-то случается, она у нас раз и уже не работает. Он предложил и мне попробовать что-то вырезать самой при помощи данного инструмента. Я буду здесь держать. Вы здесь нажимаете. Нажимаете? Да, нажимаете. Пообщавшись тататат с шестикилограммовым железным другом, я поняла, что все-таки каждому мастеру свое дело. И вернула пиву хозяину. А мне все же ближе ручка и микрофон. Ну, у нас есть тоже некоторые секреты, как бы. Вот мы заводим. И вот все бы работало получше, мы все делаем. Продолжение следует... Продолжение следует...